Мутные схемы ПФР. Власть недоплачивает новым пенсионерам треть пенсии. Общество. Пенсионная система. 3 октября 8.26. Мутные схемы ПФР. Власть недоплачивает новым пенсионерам треть пенсии. Сегодня старики в среднем должны получать не 14 тысяч, а 22 тысяч рублей. Александр Ситников. Комментарии в просмотров. 76 637. Фото. Кирилл Кухмарь. ТАСС год назад. 3 октября 2018 года. Ближе к 7 часам вечера. На сайте Kremlin.ru Появилась информация. Президент подписал федеральный закон о внесении изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий. Речь, прежде всего, шла о печально известном ОВЗ-350, где закреплялось резкое повышение пенсионного возраста на 5 лет людоедскими темпами год за год. Стартовала пенсионная реформа. Как бы банально ни звучало, политическая жизнь в нашей стране разделилась на «да» и «после». Народ почувствовал себя обманутым и даже оскорбленным, ведь Путин твердо обещал, что повышения пенсионного возраста не будет, по крайней мере, пока он президент. Как показали прошедшие 12 месяцев, верхушка, резко подняв пенсионный возраст, явно просчиталась, полагая, что люди сховают очередную реформу властей. В частности, выборы, состоявшиеся в сентябре, показали, что электорат начинает пересматривать политические взгляды не в лучшую для нынешней элиты сторону. Но это только начало ломки устоявшего уклада. Можно не сомневаться, затеявшая пенсионную авантюру чиновники в курсе своих недочитов. Людоедский акт ФЗ-350 буквально ищеркон непринципиальными поправками. Однако пересмотр пенсионного возраста не прописан. Он выделен в отдельное приложение к седьмой главе. Формальная юридическая суть не меняется. Тем не менее, его изменить намного проще. Читайте также. Пенсионная реформа, жизнь миллионов стариков обменяли на нефтяное благополучие, что в действительности заставило правительство и президента повысить возраст выхода на пенсию. Следует также обратить внимание еще на один важный момент. Там же, в ФЗ-350, жестко, с точностью до копейки, закреплены ежегодные изменения, вплоть до 2024 года, пенсионных коэффициентов, баллов и размера фиксированной выплаты. Между тем, Минфин РФ, вводя балльную систему в 2015 году, позиционировал ее исключительно в качестве гибкого механизма. Казалось бы, поступления в ПФР в среднесрочной перспективе могут существенно варьироваться, и вместе с ними должно меняться и цена баллов. А тут вы не положи равно столько, сколько указанного в ЗЭ. Действительно, если власть что-то делает, то значит, в свою пользу. Пенсионная реформа тому яркое подтверждение. Если чего и бояться в Кремле, то только проигрыша на выборах в Госдуму в 2021 году и президента в 2024 году. Тогда прощай транзит власти и сверхдоходы. Тогда что заставило власть заранее прописать цифры? Чтобы найти ответ на этот вопрос, следует вернуться в недавнее прошлое. Похоже, чиновники заранее подстелили соломку, понимая, что увеличение пенсионного возраста оголит массу других проблем ПФР, на которые до лета 2018 общественность не особо обращала внимания. И в самом деле, чем глубже оппоненты людоедских преобразований погружаются в тему, тем отчетливее видится цинизм и невежество законодателей. Взять, к примеру, постсоветский период до 2015 год, включая лихие 90-е. Тогда сложилась ситуация, которая невозможна даже теоретически не в одной нормальной стране мира, но при которой трудолюбивым работникам начисляли пенсии намного меньше, чем маргиналам. На форумах можно найти десятки примеров, где рассказывается о вопиющей несправедливости, совершенной, между прочим, в строгом соответствии с законом. Вот так описал типичную историю юзер с ником. Реальная картина такая получается. Мой хороший знакомый работал всю жизнь. Пенсию дали 8200. Сосед нигде не работал, пил в основном. Пенсию дали 12800. Все в шоке. По словам форум Чинина, абсурд возник из-за того, что ПФР учитывал доходы за весь стаж, в том числе и в те годы, когда на заводах платили в серую зарплату, показывая в ведомости минимум. Если мой товарищ не работал бы последние 10 лет официально, просто колымел и гулял бы, пенсия была бы больше, о чем и сказали в ПФ, удивляется. В итоге в ряде случаев в выигрыше оказались реальные бездельники, которые впоследствии получили прибавку за счет многочисленных индексаций. А те старики, которые, находясь на пенсии, продолжают работать, вот уже несколько лет получают замороженное пособие от ПФР, хотя и отчисляют вносы на содержание удачливого соседу. Я знаю нескольких бабушек, которые всю жизнь торговали на базаре или возили вещи из Турции, но последние 5 лет перед пенсией числись на работе в казенном учреждении, отдавая всю, в принципе среднюю, зарплату начальнице. Делятся наблюдениями форум Чанка. Теперь эти бальзаковские дамы получают под 20-ку и с троем ходят голосовать за ядро. Кудрин задумал реформу пострашнее пенсионной. Подняв возраст выхода на пенсию, отец русского либерализма продвигает тотальный контроль над гражданами. Даже если Кэр Эдгод преувеличила, то такие примеры нельзя исключать. Конечно, правительство в данном вопросе придерживается правила, согласно которому не ухудшаются пенсионные права граждан. Но возникает резонный вопрос, за чей счет? Ответ лежит на поверхности. Деньги отобрали у предпенсионеров, а также новых пенсионеров, начислив им несправедливую низкую пенсию. Напомним, что сегодня получаемые в РФ пенсии начислялись или определяются по четырем разным схемам. Так, до 2001 года зарплаты учитывались прямо, причем власть ввела даже ограничения в размере 1,2 раза от средней зарплаты по стране. Больше нельзя согласно формуле премьера Медведева денег нет, но вы держитесь. С 2001 по 2002 года применяли уже другой механизм, потом третий. Тем не менее, в 2015 году, с введением дешевых баллов, произошло существенное сокращение новых пенсий. Как правило, вплоть до 2015 года будущие пенсионеры брали за базу для расчета 60 лучших месяцев, выбирая обычный советский период, когда модальная зарплата, наиболее часто встречаемая, фактически совпадала со средней по стране. Сегодня же между первой и второй имеется существенная разница 22 тысячи и 39 тысяч. Соответственно. Следовательно, если пенсии тех, кто ушел еще до бальной системы привести к общему знаменателю со страховыми пособиями новых пенсионеров, то и балл должен увеличиться, как минимум на 60%. В конце концов, у всех россиян независимо от возраста равные права. Это означает только одно – власть недоплачивает половину того, сколько официально начисляют в ПФР. Пенсионная система, крах пенсионной реформы, уже и пенсионерам ясно, что их обманули новости социальной политики, Матвиенко, россияне не могут выделить деньги на увеличение пенсионного обеспечения.